Рождество Христово Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы празднуем на вечерие Рождества Христова. И само по себе вот это наименование, на вечерие, оно имеет глубокое основание, традицию, данную нам Богом. И заодно, взирая на эту традицию, мы смотрим, и Крещение Господне, и Рождество имеет вот это на вечерие, которое празднуется, как сам праздник. И сегодня раскрывается как раз таинство нашей веры, как она к нам приходит. И вот в жизни мы много раз убеждались, что и чужие слова, высказанные нам, ну когда им можно доверять, когда они уже исполнены. Мы знаем, что мы сами много раз обещали, а потом до дела, до конца, так сказать, не доходят. И вот есть такие слова о Господе, что у Него не изнеможет всякое слово. И вот как раз и вера таинственная, благодатная, она открывается не в нашем недоверии, в страхах, что, а может быть, то, что сказал Бог, вот, оно нас не достигнет, оно не исполнится. Нет, но именно в доверии в Слово, которое, Слово было всегда. Но пришло время, и оно оплатилось. И вот, как нам понять, принять веру? Никогда мы не подружимся с ближним, если не доверились Его Слову. И наше Слово, которое мы приносим Словом верности, другому, оно еще должно обрасти в человеке и пониманием этого, и верностью, и доверием, и пройдет, может быть, немало дней, может быть, и лет, прежде чем оно станет видимым, зримым и осязаемым. И вот, если приглядеться к нашей вере, а как она исполнялась? Ведь удивительно, мы слова пророка Исаии читаем о том, что с нами Бог. А сколько еще было времени до того, как Бог спустится на землю, когда Он снизойдет с неба и примет плод человеческую, которая стала больной, стала властной, стала уязвимой. И вот именно доверие Словом, как Христос, как ты сказал апостолу Фоме, Он говорит, мне нужно тебя потрогать раны, убедиться, что это ты, вложить свои персты, твои раны гвоздины, в ребра твои, проводенные. Он говорит, что, да, ты трогай, конечно, но ты знаешь, что блаженные, не видевшие, но верующие, и многие люди, еще и Ветхого Завета, они познали это блаженство доверия. Авраам, он поверил Богу, для него слова эти были непреложные, они ясны, что должны были осуществиться, и в этом есть блаженство тоже. Мы хотим, ну не может ребенок родиться на земле моментально, волшебной палочкой. И вот есть время не просто, когда он возрастает, так сказать, в очереди в материнском, но есть еще время совсем другое, когда супруги ищут себя, они готовят к браку, они учатся говорить друг другу слова, и вот это слово, которое говорится во взаимности, оно уже несет в себе это чадо. Поэтому, когда мы слышали сегодня апостольские послания, в них апостол Павел говорит, что вы сыны обетования. Да, мы сыны и Бога тоже, потому что мы чадцы его, его творение и его дух вложен в нас. Но сыновство это начинается с другого стоинственного, когда нам дух становится близок, когда вот это дыхание человека, оно становится родным. Потому что можно знать другого, даже, так сказать, может быть очевидность, но эта очевидность будет чужой. Вот это родство, родственность, оно начинается вот с какой-то неуловимой таинственной взаимности, когда один открывается другому и принимает слово другого как правду, как истину, не сомневается. Он над ней не глумится своим каким-то, знаете, исследовательским таким вот недоверием, проверкой. Нет, он его в себе хранит, и тогда оно возрастает. Оно тогда осуществляется. Ведь недавно тот же апостол говорит, что в вас должен изобразиться Христос. Да, Рождество сегодня... Потому что слово Бога не изнеможет. И тем более, что мы сегодня слышали, как читалось священное писание, еще в Ветхий Завет. А вот если вдуматься, вот первый день Бог творит, вот сотворил Бог небо и землю, есть ли в этом уже убежденность, что будет сотворен еще через пять дней и человек. Да, есть, потому что должен быть венец. Так что вот эта постепенность, когда сначала касается на что-то, вот зарождается, а потом она возрастает, душа воскресшая начинает это уже видеть. Она начинает видеть, как складывается жизнь. И что можно радоваться не тому, что вот я уже смог раскаяться, и как сегодня тоже удивительно читалось, земля создавалась за несколько дней. И мы знаем, что Бог нас пришел спасти от смерти. Если мы читаем священное писание, там сказано, вот, от апостола-евангелиста Луки, что вот Бог, ангел буховествует о том, что Бог придет спасти от греха своих. В прощении греха, на самом деле, есть уже вот это семя воскресения. Есть эта непобедимая сила, которая попадает в человека. И нужно, может быть, со вниманием отнестись, с малой благодарностью. Хотя никто из нас не клепок. Всегда человек и откажется, и предаст, и опять вернется. Одно дело познать милость, которую на один раз. Вот тебе сказали там, вот ты пал, да, и больше не греши. А тихонечко Петру Христос говорит, что прощать-то нужно семь на семьдесят раз. То есть всегда. Когда человек узнает, что да, он не может удержаться в правде, в истине, в подлинности, в добре, в жизни, в верности. Но ему милость всегда готова. Она всегда уготована. Она не просто принесена, ее нужно вырвать. Бог желает ее, чтобы она нас достигла. Он только... И вот это Рождество, оно, с одной стороны, открывает, что не мы восходим к Богу. Он к нам спускается в самые наши темные места нашей души. Мы, так сказать, самые, так сказать, которые помраченные. Мы боимся не то, что там себе признаться, так сказать, и взглянуть туда даже бывает страшно, а не то, что допустить Бога. И, тем не менее, когда человек узнает, что действительно в прощении греха есть уже спасительное, как творился мир не за один день. Вот это прощение достигает и возревается, и становится уже воскресением воплоти, не сразу. Но если человек увидел это в себе, разве он будет горевать, если он будет отчаиваться? Нет, он в этом доверии, он видит, как это слово действует и в нем, и вокруг. Так что наш мир так устроен. Он такой и будет. Христос родился здесь, есть его Рождество. Но когда это Рождество достигнет всех, когда все захотят его принять, на это нужно время, на это нужно, на самом деле, более страшное желание человека. Человек настолько велик, так его уважает Бог, что он может отказаться и от милости. Он может сказать, я не хочу ничего, не просто я не хочу доброй жизни, я не хочу, чтобы ты меня пощадил, я не хочу, чтобы ты меня простил, мне оно не нужно. И это есть тоже, как вот читалось, творение мира, это есть новое творение человека, только творение его не в праведности, не в какой-то благости, а в том, как он учится принимать эту милость. И нужно, эта милость имеет определенную тайну. Наша вся вера, знаете, такая, для себя. А вот, если мы принимаем Божье, то человек говорит, я один жив, не могу, я хочу, чтобы других она коснулась. И он видит, как вот это слово и Божье, и его человеческая забота о других, вот это страдание, с одной стороны, он будет убеждаться, да невозможно мне им помочь. А с другой стороны, как только он это скажет, вот эта милость Бога начнет жить в нем. И вот удивительные есть слова Пресвятой Богородицы. Уже была чревата земля, чревата она была сыном Божьим. И когда она встречается со своей родственницей Елизаветой, она говорит такие слова, что меня ублажат все роды, и сотворил мне величие сильное его. Когда она это говорит? А ведь посмотрите, мы настолько привыкли к словам, ко всяким, что они уже воспринимаются как-то отстраненно, как вот. А какая жизнь тогда была? Она, будучи Девой, она была обручницей Иосифа. По закону, она была презрена перед людьми, потому что невеста не может быть матерью. В принципе, ее должны были побить камнями. Она была лучшей женой, потому что она доверилась и стала матерью Бога. Но, с другой стороны, она уже понимает и знает, говорит, что меня благословят все роды. То есть, вот в этом ее желании принять Бога. И в желании, чтобы этот Бог был принесен каждому, она знала, что вот это все несовершенство, вся наша падшесть, она преодолеется, все изменится. И она еще тогда, до Рождества, она говорит, ты сотворил величие мне сильное. Ну, как она могла? Кто из нас может быть уверенным, что все исполнится и соединится, и представляете, если она там не доживет, если она тяда свое не доносит, какое же величие? Это же позор. И вот понимать вот слово, что есть наша жизнь, в которой она течет, изменяется. И видеть другое, что есть в нашей жизни, она и стоит крепко на этом. Есть то, что неизменно, то, что непобедимо, то, что неукоснительно. И если мы доверимся этому, мы станем сынами обетования. Да это замечательно, когда на глазах еще человек не имеет всего. Но он понимает, что вот это зерно в нем есть, что оно прорастает, что оно принесет великий плод. И торжество наступает, когда оно, но и не умалится жизнь человека, когда она видит, что она прикровенная. Мы привыкли, знаете, с одной стороны, сейчас все гоняются за тайнами, за всякими там, а это на самом деле ложь. А с другой стороны, вот тайна, она может быть осязаема. Вот она может быть сокровенна, но она при этом абсолютно очевидна. И каждый из нас может быть переживал горе великое. Когда близкому человеку объясняешь, говоришь, я вот так думаю, я так чувствую. Он говорит, я тебе не верю. И вот это слово, душа оказывается оскорбленная. И это есть то же самое и в вере. Вот если мы сможем с простым, казалось бы, доверием, на самом деле это всегда чудо. Сказать, Господи, вот твое слово, я знаю, оно не изнеможет. Оно будет жить. Будет тогда возможность у нас не как сейчас, так сказать, мы то унываем, то плачем, то там обрадуемся, а вот иметь в себе радость неотмирную всегда, которую никто не отнимет. Аминь. Ночь Тихана Палестиной, Спит усталая земля, Горы, рощи и долины, Скрыла все ночная мгла, Скрыла все ночная мгла.